Тайский массаж Ежедневно мы сталкиваемся с потоком эмоций, как положительных, так и негативных. Они обрабатываются нашим мозгом и транслируются всем системам организма. Наши мышцы, сухожилия, костная система, внутренние органы так или иначе являются мишенью для эмоций. Из угода в год наша способность противостоять негативной информации уменьшается, и в какой-то момент появляются нервные расстройства, возникают различные заболевания. Абсолютно правильно говорят со времён и Авиценны, и других корифеев, что все болезни от нервов, да, причина от нервов. И восточная медицина нам подсказывает, что воздействие внешних энергий является той причиной, которая нарушает поток внутренней энергии. И когда внутренняя энергия нарушается, защитные механизмы организма падают, в той или иной части организма может начаться застой крови. Отсюда возникают различные образования опухоли, различные болезни, функциональные расстройства. Каким образом, простым набором методов мы могли бы себя защитить от этого, помочь своим близким? И здесь действительно уникальность восточных техник, включая тайскую технику, что не обладая особыми знаниями где угодно, например, это можно быть на работе, это может быть в поезде, естественно, дома, это может быть на природе, вы можете заниматься элементами этой системы. Очень важный момент – это гармонизация внешних и внутренних энергий. Что бы мы ни делали, и особенно все внутренние практики, практики, направленные на накопление нашей энергии, на целительство, они должны сопровождаться правильным ритуалом. И важнейший элемент ритуала – это подношение перемолотого можжевельника для умиротворения внешних энергий. Это считается, что подносится как абсолютно реализованным существам, так и местным управителям. И таким образом мы получаем благословление на работу и устранение всех препятствий, которые могут вызвать болезни или уже вызвали у данного человека болезни. Ритуал довольно-таки короткий, очень эффективный. Его на Востоке проводят несколько раз в день. Особенно перед началом каждого сеанса необходимо сделать соответствующее воскуривание. Таким образом было короткое подношение сделано трём корням. Это Будде, да, шумоучение, Архатам, которые его окружали, всем врачам линии преемственности до наших дней и всем божествам местности, которые, включая души умерших наших родственников, которые могут нам либо создавать препятствия, либо благоволить в нашей практике. Особое значение во время тайского массажа имеет ритуал подношения санга – воскурение благовония в виде порошка. Почему это важно? В хороших благовониях используется можжевельник, богатый на эфирные масла. По буддийским верованиям, можжевельник очищает пространство от всего негативного, в том числе от вирусов и микробов. Его применяли ещё с древних времён во время эпидемии. Необходима ещё и специфическая внутренняя защита. Самый простой эффективный способ защиты, о котором мы уже до этого говорили, это повязывать ниточки с узелками, на которых мы можем записать какую-нибудь молитву или мантру. В данном случае используется молитва долгой жизни. Что мы делаем? Мы можем с любой известной нам молитвой записать эту информацию на ниточки. Ниточка должна быть в медицинских целях красного цвета и повязана на определённое место. Это может быть запястье, это может быть палец. В данном случае мы повязываем на палец нашей модели. Субтитры создавал DimaTorzok Мы можем делать подобную защиту для себя и близких постоянно, особенно когда у нас возникают какие-то проблемы или когда мы коммуницируем с кем-то явно не расположенным к нам положительным образом. Таким образом мы защищаем себя. Повязывать узелки также можно на пальцы ножа. В данном случае мы показали, как это делается в традиции. Далее необходимо ещё раз обратиться к божествам линии преемственности и получить благословление от них и дальше приступить непосредственно к процедуре самого ритуала, который можно назвать как мышечно-суставной массаж, цель которого – разрушить патологические образования нейронных связей, паттерны и освободить человека от возможности возникновения каких-то в дальнейшем болезней, потери жизненных сил, ну и даже старения. Вначале мы знакомимся ещё раз с человеком, просто кладя руки. Проведение дальнейших комплексов – это движения в различных плоскостях крупных и мелких суставов. Движения совершаются мягко, но чётко до возникновения болевого порога. У каждого человека свой болевой порог и могут быть повреждения как суставов, так и мышц, костей. Соответственно, мы всегда должны поинтересоваться, насколько наш пациент готов принять ту или иную процедуру, в каком объёме мы можем совершать с ним те или иные движения. Все движения выполняются очень мягко и функционально, ничего лишнего. В процессе работы практикующий сохраняет правильную осанку при минимальном движении и постоянно поддерживает дыхание. Дыхание – это основа нашей жизнедеятельности. На Востоке говорят, мы состоим из того, что мы пьём, мы представляем из себя то, что мы едим, и мы живём так, и сколько, как мы дышим. Соответственно, важнейшим элементом в работе данной техники – это всё-таки не позиции рук, не техники массажа, а техники дыхания. Понять, какие проблемы у человека и с помощью своей энергии помочь устранить эти проблемы. В данном случае работа идёт именно по точкам вдоль сцена, с тем, чтобы устранить мелкие нарушения энергетические, которые могут быть в области мышц. В этом состоянии нога уже приведена, и сухожилия напрягают мышцы. Но это ещё не полное напряжение. Таким образом, мы постепенно крупные мышцы подготавливаем к тому, чтобы дать на них максимальную нагрузку. У более крупных людей можно применять более жёсткие техники, с тем, чтобы достигнуть необходимого результата. Сейчас мы подготовили тазобедренный сустав к тому, чтобы можно было перейти к нему. Так, вам комфортно, не больно? Ну вот, наша модель улыбается, а мы тем временем, используя её беззащитное положение, продолжаем прорабатывать сцены на ногах. Подобную процедуру можно проводить достаточно долго. В целом массаж может занимать до трёх часов. Так называемый тайский массаж – суставно-мышечный. Изначально эта техника появилась не в Таиланде, а в Индии, примерно 2500 лет назад, во времена Будды Шакьямуни. Распространилась далеко за пределы Индии, и при этом выбрала в себя историко-культурные элементы той страны, где получила признание. Эта целостная техника позволяет гармонизировать энергию человека. В восточной культуре и медицине понятия здоровья и лечения тесно взаимосвязаны с понятием энергии. Тайский массаж ставит целью прежде всего поддерживать организм в здоровом состоянии. В данном случае мы проработали более крупные мышцы, но пока ещё не в максимальном напряжении. Мы ещё пока подготавливаем наиболее крупные суставы к тому, чтобы можно было с ними максимальную дать нагрузку. КОНЕЦ В процессе данной работы организм теряет способность, точнее ум контролировать то, что происходит, теряет возможность сопротивляться. И постепенно ум, который отслеживает всё, что происходит внутри человека, снаружи его, расслабляется и впадает в состояние, можно сказать, даже сна. Это позволяет энергии высвадиться и перераспределить свою работу по другим органам. КОНЕЦ 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 Сейчас мышцы максимально сильно напряжены, и в этом состоянии импульс, который идёт от них в голову, в центральную нейросистему, он является деструктивным или разрушающим те паттерны, которые возникли в результате эмоциональных напряжений в течение дня, года и даже, может быть, жизни. Ибо самый большой стресс, который мы получаем, это стресс во время рождения. Мы пытаемся сейчас расслабить те мышцы, которые даже с помощью вибромассажёров мощных невозможно расслабить, ибо связочный аппарат устроен очень сложно. Его основная проблема в любой технике заключается в том, что мы не можем работать с позвоночником и крупными суставами. Нам не удаётся расслабить связки. Но, тем не менее, даже в домашних условиях мы можем использовать очень простые методы, чтобы разгрузить после, допустим, тяжёлой работы позвоночник нашего близкого родственника, ну или любого человека. Выбор техник и позиций практически не ограничен. Простота всех приёмов и универсальность при некие это виды процедуры не ограничена ни временем, ни обстоятельством. Но, тем не менее, если мы не можем ту или иную процедуру совершить в установленном протоколе, то можно использовать дополнительные методы. Какие? Например, обычный ремень. Крайне важно его хорошо зафиксировать, чтобы это не создало неожиданных проблем. Упера продолжать учиться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Музыка Эту технику также можно выполнять для крупных людей подобным образом. Музыка Происходит очень сильное расслабление позвоночника. И таким образом снимается огромное количество блоков. Но, естественно, всегда мы должны знать, нет ли каких-либо проблем, болезней. При универсальности техники мы не забываем о безопасности. Музыка Любые повреждения позвоночника являются противопоказанием для каких-либо манипуляций. Неважно, какая техника будет восточная или европейская применена. Музыка Практикуя классические массажи, мы имеем дело работы с расслабленным телом. И в большей части эффект достигается благодаря удовольствию, которую получает массируемый от массажиста. На Востоке, наоборот, рассматривается польза как эквивалент порога боли. Мы должны привести мышцы, сухожилия в состояние боеспособности.